Саль, я абсолютно точно знаю, что крымчане с нетерпением ждут 22 августа. Я тоже знаю, почему, вернее, они ожидают этого праздника, потому что это будет день флага Российской Федерации. И, конечно же, все мы присоединимся к его празднованию. Нужно сказать, что администрация города и всех городов полуострова с радостью встречает этот праздник, подготовила масштабную программу. Но, конечно, центр всех событий будет находиться в Симферополе. Здесь будут развернуты совершенно потрясающие знамена. Я в прямом смысле слова говорю, но более подробно, я думаю, нам расскажет наш гость. Евгения Сергеевна Горькавая, руководитель благотворительного фонда «Живая вода». Доброе утро. Доброе утро. Что вы нам можете рассказать про флаг? Ну, хочу сказать, что Российская Федерация празднует этот год с 1994 года, мы с 2014. И каждый раз и Совет Министров, и Министерство внутренней политики, и Министерство культуры стараются это сделать праздник интересным. Он очень символичный. И в этот раз, в принципе, как и обычно, жители города Симферополя, активная молодежь может с легкостью подключиться к нашему действию. Ровно в 10 утра начнется такая акция, правильно сказали, про флаг. Вот, на этот раз. Мы вообще каждый раз стараемся использовать различные атрибуды в государственном триколоре. Вот, белый, синий, красный. И в этот раз подготовили интересное такое действие с зонтиками. То есть зонты будут раскрываться в цвете триколора. Это не потому, что дождливое лето, а потому, что мы решили, что это будет интересно, ярко, красочно, красивая картинка. Хочется отпраздновать, потому что это очень символичный праздник. Праздник именно о том, что и наша жизнь, и наша свобода, она охраняется государством. И именно история флага, его возрождение, символы. Да, это мир, это вера и верность, это сила. Вот, и мы обязательно каждый год празднуем этот праздник, уже шестой, по-моему, если посчитать надо, или шестой год. Вот. Что же там будет? Во-первых, будет много участников. И это студенты Крымского федерального университета, это юнармия, это спортсмены, это танцоры центра Art Vision, волонтеры благодетного фонда «Живая вода», и танцоры студии «Грифон». Будут подключены все вот в массовом этом действии. Ну и по завершению вот этого перформанса с зонтами в цвете «Триколор» хотят очередной раз раскрыть замечательный, огромный, 100-килограммовый флаг. 100-килограммовый? Да, то есть 20 метров, 28 метров длина, 16 ширина. Да. И вот к этому действию может подключиться каждый житель города Сейферополя, республики Крым. Каким образом? Ты сможешь прийти, помочь, развернуть. Да, вот как только выйдут казаки, вот они увидели, что казаки, как только студенты начнут разворачивать этот огромный флаг, которым нам наши республики подарили наши соотечественники. А я слышу, извините, флаг подарили наши соотечественники из-за рубежа, из каких именно регионов за рубежа? Из Мексики. Из Мексики. Да, вот кто живет в Мексике, ткали, шили. Но он реально тяжелый, с такой тканью, как будто бы действительно его ткали. Такая прям, ну, серьезная конструкция. Идем на рекорд. То есть, грубо говоря, это полотнище, оно просто преодолело океаны, моря и прибыло сюда к нам на полотнище. Да, 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 да тоже. И оно настолько большое, что покрывает всю нашу центральную площадь, столицу республики Крым. И вот это очень символично, сильно, красиво. И мы обязательно это сделаем. И всех приглашаем 22-го числа поучаствовать вместе с нами. Так, скажите, во сколько? Чтобы мы не пропустили, не проспали. Мы начнем в 10, но лучше подойти так пораньше. Во-первых, занять место, чтобы успеть подключиться. Подхватить. Да, во-вторых, пообщаться с друзьями. Я думаю, что можно увидеть своих знакомых. Если люди активные, которые захотят подключиться, то, скорее всего, у них есть и друзья с различных общественных организаций, которые точно так же будут участвовать. Я думаю, что будет очень интересно. Ну и после этого будет концерт на площади Ленина, который организует Министерство культуры. Но в котором прямо-то участие ваши ребята. Нет, наши не будут. Наши как раз будут с зонтами производить вот этот вот перформанс. Но это будет интересно, современно. То есть мы не будем, как Мэри Поппинс с зонтиками такие, да. Но мы такие будем, постараемся быть стильными. Не открывайте все тайны, пускай останется немного неожиданности. Это будет, по крайней мере, но если пойдет дождь, это будет еще красивее. По крайней мере, вы так точно будете защищены. Да. Мне интересно, сколько зонтиков вы собрали? Может быть, это все зонтики Симферополя оказались у вас? Нет, нет. Вот нам помогли. Это будет около более ста зонтиков. Вот. Ну, я думаю, что если будет больше, больше. Ну, пока мы рассчитываем, сейчас же одновременно, кстати, в это же время Федерация Альпинизма и Скалолазания будет водружать флаг Най-Петри. В это же время будет проходить много других акций, флешмобов. И поэтому очень много у нас на территории нашей республики проходит форумов, съездов каких-то там, Таврида и так далее. То есть, в основном, молодежь так распространилась по Крыму, поэтому у нас осталось таких серьезных 100 человек, которые готовы отпраздновать вместе с нами. Но я думаю, конечно же, будут еще подключаться, подключаться, и мы всех жителей приглашаем к нам подключиться. Большое спасибо, Евгения Сергеевна. В наше время подошло к концу, мы вас благодарим за рассказ. Напоминаю, в гостях нашей студии Евгения Сергеевна Горькова, руководитель благотворительного фонда «Живая вода». Спасибо вам. Спасибо большое. Ну, а мы также призываем всех обязательно присоединиться к этому празднику. А сейчас предлагаем посмотреть нашу следующую рубрику под названием «Новости интернета».